Парк Гагарина место на самом деле особенное. Где еще в городе можно оставить прямо на асфальте свой автограф или признаться кому-то в любви. И подобная ситуация встречается практически на всех пешеходных дорожках. Точнее на тех, которые отремонтировали. Остальные либо находятся в разрухе, либо на них лежит хороший асфальт. Пройтись по отремонтированным дорожкам практически невозможно. Нога то и дело проваливается в строительную крошку. Грязь остается на обуви, на колесах детских колясок и велосипедов. Судя по фотографиям, которые местные жители выложили в социальные сети, строительную крошку просто разровняли и оставили. Но это не единственная проблема парка имени Гагарина. Люди жалуются и на недостаточное освещение, и на малое количество лавочек. Напомним, благоустройство в парке проходило в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Согласно ему, предлагалось обустройство велодорожки, которая зимой будет использоваться как лыжная трасса. Здесь планировали также установить дополнительное освещение, беседку для игр в шахматы и геокупол для тихого отдыха. Также запланировано восстановление летнего театра, установка новых лавочек и арт-объектов. Стоимость проекта – 11 миллионов рублей. Теперь изменения можно оценить вживую. И мнение жителей по поводу реставрации в парке разделилось. Я бы не сказала, нравится-не нравится, но просто этих изменений-то особо незаметно. Вот они дорожки, ну что, их залили этим бетоном или чем-то, непонятно. Сейчас дожди, снег, это все вымоется, и все. Асфальт так и не положили. С освещением тоже тут пока все непонятно. Поэтому я бы сказала, что о каких-то изменениях говорить-то еще рано. Пройдите по парке, снимайте асфальт. Полдороги сделаны, дальше нет. Полдороги сделаны, дальше нет. Нельзя вот одну, просто вот одну, до конца доделать. Мы думаем, что еще не закончено благоустройство. И мы бы, конечно, хотели видеть получше. Но что было, стало намного лучше. Да. И тот приз, который выиграл Павел Гагарин, я думаю, он идет на пользу всем горожанам и нам тоже. Неизвестно, закончены ли ремонтные работы в парке имени Гагарина и изменится ли ситуация с пешеходными дорожками. Рабочие на этот вопрос не ответили. Сказали, что просто не знают. Однако рассказали о других строительных работах, которые ведутся недалеко от центра парка. Тут производство сейчас ведет заливка бетона. Восстанавливается зеленый театр в парке имени Гагарина. Впоследствии после заливки будут устанавливаться лавочки. То есть для удобства проведения мероприятий каких-то. Игорь Гаврюхин назвал и окончательный срок работ к ноябрьским праздникам. А вот вопрос, появятся ли еще такие площадки в парке, мужчина также оставил без ответа. Он контролирует работы только на своем участке. С другой стороны, проведение строительных работ дает надежду на то, что в скором времени ситуация и с пешеходными дорожками может измениться к лучшему. Возможно, некоторое время спустя на территории парка начнут гореть фонари, освещая все вокруг. А по зоне отдыха перестанут бегать одинокие собаки, которые резвятся так близко от детских площадок. А пока остается напомнить, что активисты Рязанского отделения Общероссийского народного фронта дважды приезжали посмотреть за ходом благоустройства парка. Их возмутили работы, которые не выполняются в срок. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».